показать хоть насколько это быстро происходит люди люди гребут люди пытаются уйти из залива потому что это опасно сейчас будет если такой ветер может уйти куда-нибудь или там в общем друзья как я предполагал восьмое число вечер продолжение истории сегодня будет вечернее продолжение теста микрофона ну я вам готовлю небольшой сюрприз не буду забегать вперед я надеюсь вам этот формат понравится но причина почему я выбрался в такое время сейчас покажу ну я вам обещал сюрприз сюрприз перед нами зовут его павел март познаю познакомься со слушателями читателями у Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое главное больше всего времени уходит на подготовку обычно, чем на саму съемку. Ну что вы думаете? Ну здесь видишь, здесь все что нужно, и движение в кадре, то есть, ну я сегодня видишь, как пассивный наблюдатель, можно сказать. Хотя теоретически можно, конечно, это все сделать. Что, думаешь, дождь будет? Ха-ха-ха, вполне возможно, кстати. Шипы здесь незаменимые. Все, я уже, кстати, без шипов не выдвигаюсь, как обычно. Да, слушай, наверное, ливанет. Ну, ливанет, так ливанет. И уже это живится. Сейчас, пока они не ушли, успею проходку. Сейчас пойдет, например. Ураган обеспечивает сегодня. И вот он, похоже, выдвигается. Ну мы урагана не боимся. Я тут, видишь, как завис, завис над этим, над пропастью. Да, слушай, ну сегодня, конечно, больше акцент на небе. Сегодня у нас такой день сюрпризов. На сотни. Я сделал на высоком, Иза, и на сотни. Как у вас? Ты чем снимаешь, кстати? Длиннококусным? Так ты все тут поймаешь. Тебе надо с отсюда снять попробовать. Хотя здесь тоже хорошо. О, смотри, на пень попало это. Пошел свет. Тебе бы сюда поставить вот тот пень, который я снимал, как раз мне, конечно, эта позиция очень нравится. Но для этого мне надо спускаться будет. Я делаю три кадра с разной экспозицией. А, ты будешь вилку делать, вилку брекетинг? Да. Ну, разумно. Свет сегодня хороший вот с той стороны, да, но не знаю, насколько получится это передать. Ветер, конечно, сильный. Ну, опять. Сколько рисует? Сколько кадров? Нет, я имею ввиду экспозицию. Выдержка определяет, я поставил автобрекетинг и по тридним кадрам. Вот у меня несколько, здесь, конечно, это я уже в пять кадров, но вот это самый светлый, да. Вот это, позоволь, что-то оставлю потом, как могу сделать из четырех кадров, из трех кадров, тут уже дома, ну, как-то спокойнее. Дома, да, можно. А здесь лучше я лишнего сниму, а выбрать этот свет. Сейчас вот на эту березку начинает, да, падает? Нет, вот я так мыслю, Павел, что сейчас, когда начнется голубой, сейчас, когда закончится вот этот золотой, вот тогда вот появится свет на этом пне, который я и хотел снять. И то, что ветер поднялся, ничего страшного нет, я поставлю большой чувствительность. Заодно проверим, как Никон был. У тебя какая матрация? 750? Да. О, что-то это лучше, кстати. Вот сегодня подписался чел 750 Никоном. Удивительный совершенно фотограф. Он, кстати, по-моему, на тебя тоже заходил. Я прикреплю ссылку, посмотрите, что он делает 750 Никоном. Удивительное, конечно. О, слушай, с ветром таким я бы сам поснимал сейчас. Да, ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Показать хоть, насколько все это быстро происходит. Люди, люди грибут, люди пытаются уйти из залива, потому что это опасно сейчас будет. Если такой ветер, то может уйти куда-нибудь или там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, кино кончилось. Ну, конечно. Интересное деревце. Я его снимаю. На широком угле. Поэтому, в общем, сегодня весь такой сюрпризный поход. Поход-сюрприз. Я не понимаю, это 3D-голуб. Я не пользовался никогда. Так, не, преимущество в чем? Ты ведешь каждую сторону. Ты не как в шаровой, ты не можешь горизонт поймать. А ты можешь регулировать отдельно каждую направляющую. То есть, если тебе нужно вдоль вести линии, ты точно поведешь. А на шаровой тебе надо одновременно две... Ну, вот у тебя крутится, и все, и у меня... Нет. Наклоны отдельные. Наклон вертикальный и наклон боковой. То есть, ты можешь... Ты понимаешь, особенно технические съемки какие-то делаешь. Ну, или на природе то же самое. Согласен. Ну, не знаю. Мне, во всяком случае, я искал такой именно. Тяжелый, устойчивый. Ты знаешь, вот в гору. Я когда в горы пошел, я не взял свой двухкилограммовый лук. У тебя имеет значение все. Как ни крути. Хотя, конечно, если ходишь далеко. А если по городу, недалеко от города, область. Ну, конечно, да. Ну, вес это устойчивость. Понимаешь, я просто видел, как на крите у девушек падали карбоновые шатилы с камерами. Три фотографа стояли. Я просто смотрел, сзади снимал. И думал, чем это закончится. Они на самую верхотуру залезли, раздетые, встали, оставили кэнон и начали как бы отходить, чтобы сняться. Удар ветра, и кэнон этот падает с этого карбона. После этого я... У меня просто были случаи по поводу именно карбоновых, вот этих легких штатив. А разница причем в 200-300 грамм, если смотреть, разница между алюминиевым и вот этим. 300-200 грамм где-то примерно. Не больше. Но есть один существенный плюс. Если что, можно защищаться. Ну, там да, он креп. И плюс карбоновые, они не... Этот может погнуться, но очень тяжело. А карбоновый сразу ломается. Если ты его на камень откладешь, он трескает. И с ним ничего же не сделают, не отремонтируют. Это я по удилищам знаю. Да. Вот такие хорошие здесь на самом деле локации. Одного всего не хватает. Не, ну просто одного объектива... Объективов много не бывает, можно так сказать. Не было. Знаете почему? Мы наказаны за гордыню. Да. Это потому что около дома находится. Вот поэтому... Ну, поэтому... А если бы это находилось где-нибудь в Зеленогорске, у меня была бы и курточка, и бутербродики с термосом. Ну, некоторые считают, что все нормально. Он, видишь, костерок развели, и все греется там. Так, ну давай мы не пойдем на костер. Почему нет? Не, на костер нам рано еще. Мы еще пока не настолько, как там некоторые говорят, что сумасшедшие, да. Ну, я, конечно, своих взглядов особенных, да. Но я не хочу, как Джордано Бруно, закончить на пьяцена Овона. Или Кампо де Фьори, правильнее сказать. Чтобы там сожгли. О! Вернуть они комплектами идут, как сумка дорожная. Я понял. Ну, вон там стоит. Да, да, да. Круто. Кстати, прикольно. Ты знаешь, я... Спасибо. Все сворачиваются, все убирают. Я все подумал. Вот смотри, засними их. Да. Вот у тебя такая, и у меня такая. И мы алюминиевыми, и такими этими делаем катамароны. Да нет, на самом деле я... Знаешь, сколько... Вот, 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 вот. Я тебе говорю. Или, знаешь, бананы, на которых на море катаются. Связываешь два банана через расстояние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok